Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители Карт Таро. Сегодня мы посмотрим, знаете, какой расклад. Я безумно люблю стихи и их знаю огромное количество. И вот с чего мы начнем. А знаешь, я тебе открою тайну. Один такой малюсенький секрет. Знай, люди не встречаются случайно. Случайности поверю мне. Жизни нет. Не веришь? Ну тогда хотя бы послушай. Итак, смотрим на тайны и секреты вашего мужчины. Смотрите, вы такая магическая чёрная кошка в тёмной комнате. Вот реально, да? Вот он считает вас такой магической, привлекательной, сексуальной женщиной. Знает, что вы можете быть и мягкой, чувственной, эмоциональной. Он опьянён вами с разной стороны. То есть в одной женщине здесь сразу собраны все качества, которые он когда-либо мог найти в разных женщинах. Злится безумно, психует, ревнует. У него может быть какая-то агрессия такая, знаете, такая неуправляемая. У него могут быть конфликты по работе. Он безумно, безумно хочет ваше отношение восстановить, воскресить, вдохнуть в какое-то новое дыхание. Долгий период времени морочил он вам голову о том, что он с вами собирается строить серьёзные отношения. Сейчас, когда вы от него отошли в сторону, знаете, он со страхом за вами наблюдает. И готов разорвать вот это вот расстояние между вами, да? То есть он готов как бы, ну, воевать за то, чтобы отношения восстановить. Мужчина такой непредсказуемый. То есть может вообще дойти до какой-то грани, что может начать делать какие-то непредсказуемые поступки. Проходит он трансформацию. Он может быть очень ярким, медийным, интересным. Но при этом он попал в плен ваших отношений. Причём, знаете, как-то так легко и просто он даже и не понял. Так, здесь как бы разрушение отношений произошло из-за соперничества. Каждый тянул одеяло на себя. Вы легко освободились и ушли в сторону. Это было связано с тем, что мужчина очень много обманывал. Его только одно огромное желание связано с тем, чтобы вернуть ваши отношения, знаете, такой эмоциональный обмен энергиями. Причём эмоциональное обслуживание в его сторону. То есть всё, чтобы его поддерживали, подбадривали, направляли, двигали, как бы, да, постоянно были на связи, чтобы вы, как маяк, его вели. Но при этом вы взамен, кроме слов любви, ничего бы от него не получили. Он понимает, что это его проклятие. Вот вы знаете, как и подарок, и как проклятие, никуда ему не деться. Пока он был с вами, хотя бы на связи, деньги к нему текли рекой. Теперь у него финансовые сложности и трудности. То есть вы перекрыли канал эмоциональный, да, как бы энергетический. Денег у него не стало. То есть окно в Европу закрыто. Ссоры закрыты, конфликты закрыты. Энергию не получает. Человека энергия на нуле. Переживает, не спит ночами. За вами следит, подглядывает. Он чувствует, что он стал марионеткой в ваших руках. И зависим от ваших эмоций, чувств и конфликтов. Всюб понимает, что только встреча с вами принесёт ему удачу. Но его эгоизм и эгоцентризм столкнулся с таким же вашим эгоизмом. То есть вы прорабатываете это в отношениях. Конечно, он хотел бы, чтобы всё было по его, так как у него в роду заложено, положено и так далее. То есть свадьба, как бы, да, там всё остальное. И втайне он об этом думает. То есть он думает, что это или конец отношений, что вы не пойдёте на перемирие, или надо жениться. Сидит он в тяжёлых разочарованиях. Так, смотрите, долгое время какое-то он будет злиться, беситься. И у него будет вулкан всяких внутренних страстей, которых он будет стараться сдерживать. У него как затмение в голове, он как в ступоре стоит. Потом начнёт двигаться в вашу сторону. Ну, потому что вы тайная платоническая любовь, которую он от всех скрывает. Ну, а настолько к вам привык, привязался, не знаю, как щенок, да, который понимает, что без вас ему очень сложно и трудно. То есть чем больше вы молчите, тем ему тяжелее. Если вы можете обратиться к торологам и посмотреть ситуацию, то у него такой возможности нет. Хочется ему поговорить, хочется принять какое-то решение. Решение у него, знаете, какое-то будет молниеносное. Но все решения, которые он принимает на данном этапе, почему-то ему всё бумерангом и всё по голове бьёт, да. То есть, видимо, высшие силы уже как бы не выдерживают его какого-то тупости, да. Вот, и начинают уже за вас какие-то вопросы решать. А он хочет здесь с хитростью, с обманом, с подхалимством, с комплиментами. У него такая зависимость, я бы так сказала, да. То есть, он без вас бесится, психует, сексуально очень хочет, старается наблюдать за вами. Видит, что вы императрица, умница, красавица. Держите прям так, скажем так, нос по ветру. Хочет он с вами поговорить и договориться. Или услышать слова любви и убедиться, что всё-таки взаимная любовь. Или договориться об этом, да. Понимает, что писать бесполезно. Что вы отвечать не будете. Поэтому, пока он молчит и думает, что ему делать в этой ситуации. Никого не ищет. Завидует мнимому сопернику. Строит иллюзии, фантазии по поводу вас. Как он будет плести паутину. Но вообще он понимает, что это вы так сплели аккуратно паутину и всё. Так, смотрите. Ну, вообще карты говорят о том, что у вас будут стабильные отношения, счастье, длительный брак, рождение детей и любовь. Да, то есть всё он понимает. Это вот его тоже в фантазиях. Он так думает, что вот всё-таки он у вас затащит в свою паутину. Общий дом. Он сам себя ругает за всё, что он сделал, что позволил украсть вас у него. Да, как бы он тут клеил, клеил вас. Строил, строил. Ревность вообще, конечно, безумная у него. Пока он стоит на выборе, встречаться, не встречаться. Ждёт от вас какой-то отмашки. Что вы скажете? Ой, хочет вернуться, потому что без вас ему тяжело, и он мучается. Знаете, пока он созревал взять вас на ревность, вы с ним расстались. То есть он хотел вас спровоцировать на ревность, а вы так резко расстались, что у него не получилось. И теперь такая тоска. И играть он с вами в эту тему боится. То есть он понимает, что с вами шутки плохи. Что вы такая вот женщина ресурсная, самодостаточная, любящая себя, творческая, эмоциональная, такая харизматичная. Причём вы очень сильно скрывали свою сексуальность, что только ваша энергетика может его спасти, я бы так сказала, от разорения и эмоционального какого-то истощения. Карты предупреждают о том, что вы с его стороны пока агрессии никакой не увидите. Он хочет строить новые отношения. Пока он закрывается, уходит с головы в работу, должность у него такая статусная. Он яркий, харизматичный, может быть, медийный. Очень много у него обязательств перед обществом, перед семьёй, перед людьми. В принципе, сильная личность. То есть он может держать себя в руках. Так, очень много разговоров у него, связанных с тем, что, знаете, что нужно разорвать треугольник, да, то есть нужно устроить скандал с ценой ревности. То есть ему может кто-то советовать. Иначе как бы тупик, ничего не получится. Сидит в обиде, что делать не понимает, бездействует. Ну, через три месяца появится на горизонте, так же непредсказуемо, как и обычно, да. Как бы с каким-то таким подкатом, я бы так сказала, судьбоносная ситуация. Сильный, мощный человек, не готовый вас потерять. Проработает он здесь свой эгоизм, свою жадность. Всё у него выяснится, всё вы проясните. Даже эту тему, связанную с финансами. Он уже вообще молится Богу, чтобы вы вылезли. И он считает, что он тему денег больше не поднимет никогда. И знаете как? Ему безумно в одиночестве не хватает пендаля волшебного с вашей стороны. То есть он без вас, как без рук. То есть жил как-то вашим умом. Да, и рос благодаря вашему уму, вашей энергетике, вашим каким-то подсказкам. А сейчас вот он сидит, страдает, что он всё потерял. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный. И мы рассмотрим вашу ситуацию.